И гуляй, гуляй, мой бой! Все гостей фестиваля встречали возле сельского Дома культуры. В конкурсе на лучшую окрошку участвовали команды от всех четырёх национальных культурных центров нашего района – русского, татарского, удмуртского и чувашского. Команды соревновались в самых различных конкурсах. Участницам фестиваля предстояло почистить на скорость яйца и картофель, приготовить окрошку к секретным ингредиентам и выступить с приветственным словом на сцене. Каждый из команд готовил окрошку по своему, уникальному рецепту. Ну, сперва зелень, режем, потом её руками мнём, потом толочницей в кастрюле тоже мнём уж получается. Потом уже добавляем все ингредиенты понемножку. А какие там ингредиенты? Варёный картофель, яйца, огурцы. Огурцы и редис терём на тёрке только, не режем. Потом добавляется колбаса и филе индюшки. Варёное, да? Да. А потом заканчиваем? Кладём кефир, сметану. Ну, кефир получается побольше кладём, сметана поменьше, ну, наполовину. И минералка. Фестиваль окрошки проводится в районе третий год подряд. В нём каждый год принимает участие четыре команды, каждая из которых готовит окрошку с национальным колоритом. Собираются все центры, гости приезжают, и они делают окрошку на скорость и на умение, у кого вкуснее получается. Ну, такие праздники, я думаю, все сближают людей. Такие праздники, они традиционные. В это же время на сцене Крымсарайского Дома культуры всех участников и гостей фестиваля развлекали творческие коллективы из Бавлинского, Бугульминского и Альметьевского районов. Праздник прошёл на одном дыхании. Участники и гости гастрофестиваля готовили окрошку по разным рецептам, пели, танцевали, а потом и пробовали любимые всеми с детства лакомства. Душевно, очень красиво, и душа радуется каждый раз, когда приезжает. А окрошка вам как на вкус была? Очень вкусная. Всех участников фестиваля наградили памятными подарками, дипломами и благодарственными письмами. Айгулька Драфикова, Булат Минязов, Бавлинское телевидение.